самолеты прямо над нашим домом пролетают а я думаю что такое почему они летают а сегодня же 24 сегодня аппарат вот она что жалко вот за этой веткой не видно их но они летают прям там по три по 4 штуки а я еще думаю это же какие-то самолеты такие летают не пассажирские лайнеры вот я и забыла что сегодня у нас парад у меня сейчас просто фильм выводится я с утра занималась монтажом всем привет мои хорошие начинаю новый влог сегодня 24 июня сегодня самолетики летали а я что-то совсем забыла что у нас перенесли парад победы на 24 число и в общем слышу летают сначала думала репетиция как обычно потом до 24 как аж репетиция вот ну чуть-чуть там сняла что смогла вам вот и все а сейчас я делась я собираюсь ехать к дочке она там куда-то сегодня собралась а у нее там съемки фотосессии что ли вот ну в общем надо помогать своим правильно если будет что-то интересное там я подсниму тогда ну все я отчаливаю ну девочки я у дочки так что нас котейка делать прыгает котейка доча тут красила что-то ну уже аккуратненько смотрится но она говорит еще надо подкрасить ну пусть дынечка у нас залез и купается в ванной потому что жарко до вот ну а тут что тут тут все в общем то у нас в ожидании все покрасила уже молодец но следующий этап это конечно уже нужно натяжные потолки делать но прежде чем их делать конечно нужно еще разобраться вот с шкафом который в коридоре будет под потолок она хочет шкаф и вот надо с ним пока выяснить что да как потом уже потолочников звать милка баловница маленькая с бельем играется спряталась ну играйся играйся посиди в ванной я бы сама бы посидел да не могу моя рыбка готовится куда-то на фотосессии на фотосессии вот какой отпариватель повесила на вешалку уже 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 а много воды туда помещается до много можно одежды отпарить ну вот так мамочка готовится сыночек мультики смотрит у нас пока а я хожу брожу не знаю чем себя занять мне нечем заняться будем просто с дыней играть не знаю мультики смотрели что он скажет кто будет делать девочки смотрите какой шикарный закат какой красиво небо вообще не знаю это вообще передается это через камеру или нет голубые цвета и бордовые и красные и светлые солнышко спряталось и вот такое красивое красивое небо классно ну все я домой собираюсь уже всем доброго утра мои хорошие я сегодня проснулась хорошим настроением потому что я выспалась как никогда я не знаю я давно уже не спала вот так вот восемь часов подряд с 11 до 7 прям выспалась я вчера дочки приехала и в общем немножко телек посмотрела и легла и вырубилась устала потому что поэтому ничего не снимала вечером вот а сейчас я встала пью кофе и думаю чё ж мне сегодня делать то чем заняться самое главное что мне не нужно сегодня никуда бежать я никому ничего не должна сегодня я вообще сегодня так и лежала и думаю нужно объявить мне сегодня выходной день и и думаю ну да но выходной день в том плане что не нужно никуда бежать никто меня не ждет никому я сегодня ничего не обещала то есть у меня день предназначен самой себе но выходной значит я сегодня еще монтировать ничего не буду единственное что вот я еще думаю не буду снимать не буду монтировать потом думаю ну как же не снимать ну как вот не снимать все равно же что-то буду делать я дома по дому буду немножко шуршать там полочку протру покушать надо что-то приготовить себе потом нужно заказе к фаберлик сформировать у меня последний каталожик есть я его еще не открывала а каталожный период начнется с понедельника с 29 числа и мне нужно уже полистать каталожик выбрать себе что-нибудь уже на очередной заказик так что в принципе так по дому по чуть-чуть и есть чего делать ну ничего такого срочного и прям вот ничего такого обязательно знаете когда я знаю что мне нужно что-то срочное мне нужно что-то сделать обязательно мне нужно куда-то ехать что-то делать тогда уже конечно это вот уже такие обязательные дела не как обязаны а насчет приготовить думаешь тоже приготовить что же приготовить то ли это то ли то вроде диетическое что-то надо а что-то диетическое мне как-то поднадоело вообще девочки конечно я извиняюсь перед теми кто на диете и кого я соблазняю я видите такой человек вот Вот, наверное, человек настроение. То я вроде как бы села на диету, то я начала вот эти вот десертики покупать. А сегодня у меня в голове крутится жареная картошка. Вот как бы я не пыталась что-то другое приготовить. Думаю, приготовлю я вот, может, вареную картошку. Или не картошку вообще, или что-нибудь другое. Нет, у меня засела заноза. Хочу жареной картошки. И отбивные. И, кстати, я вам сейчас покажу. Я нарезала отбивные пластиками. И вот так вот на досточке их заморозила. Сейчас я вот это достану. Их сложу себе в один кулечек, чтобы они мне там места не занимали. И, вы знаете, во-первых, это так кусок мяса. Быстро готовится. И очень вкусно. И сочно получается. И все удобно. Очень удобно. Ну, в любом случае, у меня еще есть форель. Я покупала в магазине недавно была. Покупала форель. Я ее еще не вскрывала упаковочку. В любом случае, рыбка у меня к картошечке есть. Ну, и также есть у меня овощи, из которых я сделала обыкновенный салат. Помидорчики, огурчики, зелень. Вот. Больше никаких у меня вот в голову не идет сейчас никаких блюд. Я уже думаю, может, горячее что-то приготовить. Но первое. А на улице, знаете, у нас сейчас такая жара. Вот эти вот жаркие дни начались, что не хочется вообще вот горячего ничего есть, честно говоря. Холодную окрошку. Но окрошку я сейчас тоже пока не хочу. Поэтому, я думаю, наверное, я все-таки пожарю картошку. Сделаю отбивные. И еще и рыбка у меня есть. В общем, либо с рыбкой, либо может... Но отбивные так я могу поесть. Даже холодными просто с овощами. Это уже может быть на потом. Ну, посмотрим. А что касается диеты. Все-таки, знаете, у кого, девочки, возраст помоложе, диету соблюдать легче. Вот я просто вспоминаю, когда я была помоложе. Если я на диету, например, на какую-то садилась, я ее легко выдерживала. Во-первых, много, как бы, знаете, дел занятий. Отвлекаешься от еды. Быстро сжигаются жиры, потому что много движений. Все время где-то ходишь. Целый день на ногах, в общем-то, проводится. И как-то вот они сжигаются быстрее. Не была я таким домоседом, как сейчас. А еще мотивация. Очень большую играет роль все-таки мотивация. Потому что если у вас... Знаете, когда девушка молодая, все равно хочется вот кому-то нравиться. Там, может быть, окружающим, там, может, молодого человека встречу. А вдруг он будет моей судьбой на всю жизнь, понимаете. А я вдруг буду некрасивая, ненакрашенная, там, да. Или какая-то пополневшая. То есть есть какая-то мотивация выглядеть хорошо, там, накраситься. Я постоянно красилась. Ненакрашенная я вообще из дома не выходила. Ну и то же самое касается лишнего веса. То есть если у меня где-то появлялись какие-то бока, там, животик или что-то, то я легко это все сбрасывала и без всяких усилий, в общем-то, худела. Ну и у меня, честно говоря, в молодом возрасте не было такой огромной любви к вкусной еде. То есть мне было важно, там, допустим, что-то перекусить и побежать дальше. То есть вообще легко. А сейчас я дома сею, сейчас я вот, мне надо приготовить что-нибудь вкусненькое. И вот это вкусненькое меня может порадовать. А невкусненькое, наоборот, меня не порадует. Буду я в депрессии какой-то находиться. Вот, поэтому мне сейчас соблюдать диету очень тяжело в этом возрасте. И очень слабая мотивация. Ну, практически мотивации нету. При том, что, знаете, по молодости для меня все-таки было очень важным мнение окружающих. Мне было важно нравиться окружающим. Как на меня смотрят, там, восхищенным взглядом или невосхищенным, для меня это играло роль, имело значение. А сейчас уже, вы знаете, я уже так полюбила себя сама, я себя принимаю такой, какая есть. И мне, честно говоря, одобрение окружающих, в общем-то, ну, неважно, не имеет значения. То есть если я сама себя люблю, как бы принимаю себя такой, какая есть, и кто-то мне вдруг скажет, что ты там поправилась или что, одобревать я хотела на ваше мнение, вот как бы так, знаете. Я себя принимаю такая, какая есть. Все, все прекрасно, у меня все хорошо. Если кому-то не нравлюсь, ваши проблемы, ну, не мои. Так что вот так вот, девочки мои. Кстати, на заметочку хочу сказать, если у кого-то есть какой-то комплекс по поводу своей там фигуры, кто-то не может похудеть просто от природы, может быть, полный, или еще какие-то, может быть, внешние недостатки, девочки, примите себя вот так, как вы имеется. Потому что, ну, я считаю, что человек, самое главное, человек должен быть красив душой, улыбчив, жизнерадостен. Вот к таким людям тянутся даже независимо от какой-то там внешней недостаточной, физической какой-то, ну, недостатка, да, физического. Самое главное, вот очень-очень сильно заметно, когда человек, даже не имея каких-то вот существенных недостатков, комплексует, такого человека видно. Видно, что он там как-то глаза прячет, что-то там тушуется, знаете. И начинаешь уже выискивать, а что же там у человека не так, что человек так комплексует. И также я встречала других людей, у которого, человека может быть вообще конкретные недостатки. Вот знала одну девушку, у которой была, мало того, что она была полная очень, у нее косоглазие, то есть один глаз смотрел в одну сторону, другой в другой. Но она была настолько веселая, настолько жизнерадостная, оптимистичная, с ней всегда было приятно общаться. И просто буквально вот перестаешь замечать ее недостатки, потому что видишь, что она их не замечает сама. И как бы их воспринимаешь как должное, ну, такая внешность, и все, и нормально к этому относишься. Поэтому полюбите себя, девочки, такими, какие вы есть. А если есть какое-то внутреннее желание что-то изменить, ну, просто возьмите, измените. Когда большое желание есть, то все получится, и все. Ну, у меня, видите, знаете, слабое, значит, такое было желание похудеть. В общем-то, у меня вес остановился, никуда не движется, но я слежу за тем, чтобы не набирать его. Если у меня вдруг переменится настроение, знаете, как ветер перемен, тогда я могу что-то где-то пропустить, что-то не съесть. Но если желание появилось что-то съесть, значит, я возьму и съем. Ну, вот так, вот такая я вот, что поделать теперь. Так, ну что же, достанем с холодильника, с морозилки мои дубни. О, видите, вот на такую гибкую доску я положила, вот, и все. Сейчас я их отделю друг от дружки и сложу все в кулечек. А на гибкую доску удобно то, что она сгинается. Ну, вот так вот их отделить. Можно, чтобы они сейчас чуть-чуть полежали, чтобы легче отделялись. Некоторые, видите, я близко положила друг к другу, и они поприлепли. Вот. О, как это здорово, как это удобно. Все прекрасно. Ну, сейчас они чуть-чуть отойдут, я их каждой отдельности поотлепляю. И все. Ну, оставлю приготовить себе так, не знаю, немножечко. Остальные уберу обратно в морозилку. Потом, когда нужно мне будет, я просто возьму одну, там, две достану, сколько надо. Могу просто отбивные поколотить и сделать. А можно просто там, не знаю, зажарку, поджарку, что угодно приготовить, в общем. Девочки, решила я сварить компотик. Мне ребята угощали, вот, сын с невесткой привезли из деревни. Черная смородина у меня, черешня такая, вот, темная черная черешня есть. И яблочко одно я нарезала и сварю компотик сейчас. Все, девочки, я отбила отбивные, отбила отбивные. И сейчас немножко посолить с двух сторон, поперчить, обвалять в яйце и панировочных сухарях. И можно жарить. Ну и все, с другой стороны сделаем то же самое. Компотик у меня уже готов, он уже стоит, остывает у меня. Получился такой, прямо яркий компот. Надеюсь, вкусный. Ну и все. Оп. И оп. Все, готовчики. Готовчики. Сегодня день у меня такой, знаете, на расслабоне. Я прям отдыхаю сегодня, наслаждаюсь. Наслаждаюсь жизнью. Делаю только приятные вещи, которые мне приятны. Это же классно, когда вот так иногда берешь и позволишь себе такой, знаете, отдых. Просто отдыхать и получать удовольствие от жизни. Вот и еще один. Вот я беру, я вообще-то ем обычно по две штуки. Они такие, получается, сочные, потому что они закрываются яйцом, панировкой. И внутри сок сохраняется. Получается сочные, поэтому я по два штуки сразу съедаю. Но вот как раз мне на два раза поесть будет. Все, готово. Включаю плиту. Ну все, обивные у меня готовы. Я их пока закрою. И у меня уже на очереди картошечка. Я хочу пожарить картошечку. Все-таки решила пожарить ее. Все, мои хорошие, картошечку я уже пожарила. Осталось нарезать салатик. А на салатик у меня будет огурчик, помидорчик, перчик болгарский, редисочка, лучок и зелень. И залью я это йогуртом собственного приготовления. Ну что, мои хорошие девочки, наконец-то я управилась со своим хозяйством. Наготовила себе еды на сегодня. И что-то еще, может, на завтра останется. А сейчас я собираюсь сходить к невестке, она дома, отнести подарочки от Василька. И заодно я приготовила еще подарочки от Фаберлик. Надо же с ближними делиться, правильно? Сын у меня сейчас на работе, а Наташа с Настей дома. Заодно проведаю котейку нашего кексика. Подарочки уже дожидаются. Вот такой большой пакет от Иванова. И от Фаберлик тоже кое-какие средства я приготовила. Я всегда заказывала все с запасом. То есть у меня есть чем поделиться с родными, близкими. А вот и кексик наш. Соскучились мы за кексиком? И вот она Настюлечка. Да, Настюлечка. Загорела такая. Отдыхала у бабушки в деревне. Да, лежит. А кексик меня узнал. Поцеловал ручки мои, пооблизывал. Ну, все. И вот моя Наташенька. Сидим тут, разбираем подарочки. Ой. Я хотела только посмотреть, как котенок в колясочке сидит. А он и соскочил с колясочки. Так, а где наши черепашки? Давайте посмотрим. Черепашки. Ой. Вот они малюсенькие. Через стекло показываю. Не надо, не надо, Настюлечка. Не надо. Пусть плавает. Отпусти водичку. А спит, наверное, да? И этот поплыл. Ну, все, Настюля, пошла бабушка уже домой. Все, пока. Все, пока. Ничего, мы по-домашнему. Все, Наталечка, пошла я. Настюлечка, целую бабушку. Давай. Все. Пока, мои дорогие, пока. Ну, все, девочки. Сходила, проведала внучку, проведала невестку. Отнесла все. На улице духота страшная. Я пришла домой. Хорошо, что я включила здесь заранее сплит. Дома прохладненько. И специально не поела, пошла. Для того, чтобы прийти, поесть потом и уже сразу завалиться на диван и отдохнуть. Я подустала, потому что, видите, у меня, скажем так, трудовой мой рабочий день начинается с утра, как я проснулась. Вот в 7 часов утра проснулась, и начал самый трудовой рабочий день. Пока я тут готовила, пока я тут суетилась, в общем, как-то успела и устать. Так что сейчас я покушаю, лягу и полежу немножко, посмотрю телек. А потом сил наберусь, может, еще что сделаю. Но если буду что-то делать, я вас подключу. Мне еще надо заказик кое-какой сформировать. Но об этом вы узнаете уже позже. Ну вот, девочки, вот такой симпатичный обед у меня сегодня получился. Мне кажется, что если хочется очень картошечку, то можно. Я ее вообще не чаще одного раза в месяц ем. Все, кушаю и отдыхать. Всем доброго утречка, мои хорошие. Я проснулась, пью кофе. Уже и кашку поела овсяную. Как хорошо все-таки, что можно вот так вот быстренько раз, когда куда-то спешишь, раз, заварил пакетик и съел. А куда я сейчас собираюсь? Я вчера вечером посмотрела новости и узнала из новостей, что, оказывается, голосование открыто уже было со вчерашнего дня, за поправки в Конституции. И можно идти не прямо вот именно 1 июля, да, как говорили, а уже за неделю можно идти выбрать любое время, любой день и пойти проголосовать. Поэтому сейчас у меня сегодня свободный день пока. Еще я на домашних, как сказать, домашних хлопотах. И у меня есть время. Я пойду сейчас и отдам свой голос за поправки в Конституции. У меня там сомнений никаких нет по поводу пунктов. Я со всеми пунктами согласна. И буду голосовать за поправки в Конституции. Вообще, пока я утром собиралась тут, пока голову мыла, укупалась, в общем, пока делала свои дела и думала о том, что сказать вам, тем, кто сомневается, у кого какие-то могут быть неуверенности, какая-то может быть в поправках голосовать за или против. Кто-то может быть против. Но не хочу я рассуждать на эту тему, потому что другие блогеры уже, вот, кстати, я смотрела Саша во Флориде. Вчера, кстати, посмотрела ролик. Человек, который живет в Америке 18 лет, но он русский. И вот он и говорит, что то, что сейчас творится в Америке, это, в общем-то, вот к чему приводит либерализм. Честно говоря, то, чего достигла наша страна во главе нашего любимого Путина, мне очень нравится, потому что я живу уже довольно-таки долго, родилась в 64-м году, и я помню прекрасно 70-е годы, это мои школьные годы, 80-е годы. Помню застойный период, когда были пустые магазины. И, в общем, мало было возможностей у нас, у молодых тогда людей. Помню и последующих после Брежнева правителей, всех, кто был, и Андропов, и Черненко, и Горбачев, и Ельцин. В общем, все эти сложные годы, и застойный период тоже было, в общем-то, не очень-то сладко. Трудные 90-е годы, когда вообще разрушили страну, растащили ее все. И, в общем-то, с колен, можно сказать, поднимал Путин в нашу страну. И вот то, что происходит вот уже в 2000-х годах, мне все нравится, страна развивается, появляется все больше и больше возможностей. Мы стали жить лучше намного, все в магазинах есть. И кругом зеленый свет. И если вы не ленивый человек, если у вас есть силы, вы можете все, что угодно добиться в своей жизни и стать тем, кем хотите. Только ленивый ничего не делает и ничего не имеет. И если Путин будет баллотироваться на следующий срок, я буду за него голосовать, потому что из всех правителей, которых я помню на моей памяти, это самый лучший руководитель страны, который переживает и за страну, и за народ, за наш, за российский. И делает все, чтобы нашу страну защитить, и чтобы она процветала. Так что, мои хорошие, я голосую за. А что касается маленьких пенсий, честно говоря, я знаю, что все равно пенсии будут расти. Кстати, поправка одна есть, индексация к пенсии. И пенсионеры тоже будут получать пенсию больше, но со временем не все сразу. Зато у нас страна защищенная, зато она развивается, она расцветает. Путин как отец родной, как говорится, я лично так считаю, это мое мнение. Он за нас, за россиян. Так что у меня сомнений никаких нету. Я была за, и моя позиция утвердилась. Поэтому я сейчас пойду и отдам свой голос за Путина и за поправки в Конституции. Ну а вам желаю тоже определиться и тоже сходить и отдать свой голос, проголосовать так, как вы считаете правильным. Не нужно сидеть сложа руки, нужно иметь какую-то свою четкую позицию. И свою позицию, в общем-то, высказывать или отдать голос. Ну а что там на избирательном участке, мне интересно. Ну, по телевизору видела, что там раздают масочки, одноразовые ручки, там то да сё. В общем, интересно пойти посмотреть. Я не знаю, разрешат там внутри снимать или нет. Ну, посмотрим. В общем, я одеваюсь и выхожу. Ну что, мои хорошие, избирательный участок открыт. Вот, я смотрю, люди выходят. Ну, пошла я внутрь. Ну всё, девочки мои, я отметилась. Бросаю в урну это дело. Видите, в перчатках и ручку дали мне. И маску мне надели. В общем, всё. Пошла я. Ну что, мои хорошие девочки, я вышла, сняла масочку. Конечно, неудобно вот эта маска. Очки ещё надо надеть, чтобы увидеть, где там подпись поставить. Перчаточки мне дали. Ручку мне дали, розовенькую выбрала себе. Ну, на память будет. Всё. В общем, там ещё даже проголосовала, там на что средства местные потратить. На улучшение питания, там здоровье в столовых, для спорта, для детей. Уборка территорий. В общем, я за это ещё там, как говорится, проголосовала. Всё. В общем, теперь я с чувством исполненного долга иду домой. Зайду ещё в магазин и домой. Ну что, мои хорошие девочки, я пришла домой. Зашла ещё в магазин, купила кое-какие продукты. Буду готовить, но уже в следующем влоге. А этот влог уже довольно-таки длинный. Я его сейчас хочу завершить, для того, чтобы быстренько смонтировать вам и скорее, чтобы вы его увидели. Вот. На избирательном участке, я уже вам сказала, выдают перчаточки. Я только зашла туда, сразу продезинфицировали руки, выдали мне перчаточки одноразовые. Спросили, есть ли у меня ручка. Я говорю, ну, если поискать, может быть и есть. Но мне дали выбрать там ручки разных цветов. Я розовенькую выбрала, как всегда. Вот. Всё. У меня ещё измерили температуру. Температура нормальная. Всё окей. Маска у меня была своя. Если бы маски не было, мне бы тоже там её выдали. В общем, я прошла. Никого там нету. Лишних людей нет. Очень хорошо, что это растянули всё на неделю. Что можно спокойно пойти, без всякого там столпотворения, без всяких людей, очередей, чтобы там не ждать. В общем, зашла спокойненько, раз, отметилась и спокойно вышла. Вот передо мной как раз вышли две женщины. И когда я зашла, там, в общем, кроме меня никого не было. Мне очень нравится, когда нету вокруг народу кучи. Да, что спокойно можно всё сделать и никакой очереди. Ну, всё. Я, в общем, теперь успокоилась. Я долг свой гражданский выполнила. Ну, и всё. На этой вот такой позитивной ноте я хочу завершить свой влог. Кому влог понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующем влоге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok